Глава Ингушетии провел встречу с министром образования республики Юсипом Костоевым. Руководитель ведомства сообщил о проведении конкурса на замещение должностей руководителей госучреждений подведомственных Минобру Ингушетии. Конкурс пройдет 30 апреля в 10 утра. На первом этапе будет проведен анализ представленных претендентами документов на соответствие требованиям к образованию и стажу работы. Далее кандидаты примут участие в тестировании и дискуссии. В заключении претенденты пройдут собеседование с комиссией, в которую входят представители общественности республики. Юнас Бекевкуров сказал о том, что до конкурса необходимо допускать только тех, кто обладает должным уровнем профессиональной подготовки, практическим опытом и компетентностью работы в сфере образования, достаточными для замещения руководящей должности. Конкурс будет демонстрироваться в прямом эфире телеканала НТК Ингушетия и в прямом эфире на сайте Министерства образования республики Ингушетия. Это способствует открытости и прозрачности конкурса. Документы подали 66 человек. В шести школах у нас конкурс не состоится, потому что только один участник не подарил. И поэтому по результатам я вам доложу о результатах конкурса. Больше половины членов конкурсного комиссия – общественники, представители общественной палаты республики Ингушетия, один представитель университета Ингушетского госуниверситета, представитель администрации главы республики и правительства. Конкурс надо допускать тех, кто может выиграть конкурс и может быть директором. То есть, если, например, выиграет конкурс, а фактически работать не сможет, мы обратно делаем не совсем хорошо. Есть те, у кого теория хорошая, а практики нет. Поэтому конкурсы должны быть допущены с учетом практики и прохождения в работе. Попытки любого зайти на конкурс педагога и сказать, что я тоже хочу быть директором, это не проходит. Котовый опыт с работы и все требования есть.